Девушки отдыхают Незаменимые предметы для любого скульптора Это пила и как минимум три вида специальных ножей Чем быстрее инструмент, тем он будет вам удобнее Здесь самое важное, это угол наклона, чтобы попробовать Правильно, все Что нужно дальше делать? Втыкаем в лед и ведем Я, наверное, испортю звездочку Нет, не испортите Я это потом все равно вырежу и выкину Две неразрывные стихии «Вода и лед» вдохновили скульпторов на создание шедевра Мы смотрели, куда едем Читали много про ваш город Про Енисей И, конечно, это самое красивое, что у вас есть Это Енисей И решили построить такую скульптуру Которая будет отражать вот эту стихию Вот эту нашу большую мощную стихию Назвали мы ее «Прорыв» По сути дела, это борьба стихии и людей По сути дела Между ледовыми мастерами, Эдуардом и Михаилом, борьбы нет Вот уже три года они создают скульптуру вместе А третьего напарника возьмете? Можно у меня крачки вставить? Конечно, как угодно Вот так и пойду Можно я так и осталась? Вот так и буду сидеть, выпиливать Мы вот здесь формируем волну И вот специальным резаком Мы выбираем внутреннюю часть Вот внутренний изгиб Наверное, вставать уже можно, да Так, 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 так Вот это будет очень экстремально Ну вот, уже и не страшно Вот, замечательно Я же говорю Замечательно, гениальная линия Ура! Пол дела сделано Остался сущий пустяк спуститься Теперь надо кричать Я отсюда никогда не слезу Михаил признается Чтобы создать ледовую скульптуру Нужна определенная температура Самая оптимальная Минус 10-15 градусов Крепких морозов под 30 Лед не любит Можно работать Но уже гораздо сложнее Потому что блоки Примораживаются на воду И если будет Много лишней воды То лед может треснуть Просто-напросто Плюсовая температура Там, ну, минус 3, минус 1, минус 2 Тоже очень сложно Потому что очень долго Примораживаются Следующая остановка У тагильцев-путешественников Далекая и не менее холодная Аляска Скульпторы посоревнуются За звание чемпионов мира И в очередной раз Попробуют покорить Своенравную ледяную стихию